Привет! Сегодня говорим с тобой про тайм-блогинг, самое простое видео, и я его хочу рассказать вам, заснять вам, потому что это супер важная для меня тема, да и для вас тоже. Напоминаю, что тайм-менеджмент это прям такая история, которая актуальна для всех, и вот этот хронометраж времени, он супер важен. Я хочу дать базовые принципы, которыми пользуюсь я, возможно у тебя они другие, и ты тоже мне напишешь о них или подскажешь, как ими пользоваться. Напоминаю, что важный навык современного человека в условиях постоянных дедлайнов умение управлять временем незаменимо, и правила в принципе тайм-менеджмента помогают разумно распределять самый ценный ресурс, который при этом увеличивает эффективность твоей работы и твоей жизни. Четкое планирование и организация это супер важная история для чего бы то ни было. Я была супер несистемным человеком, да и в принципе я стала на 70% улучшила свой результат. Другой момент, выделяют несколько видов тайм-менеджмента, давай не будем в эту ересь всю внедряться. Напоминаю, что профессиональный помогает рационально распределять нагрузку на работе и эффективно действительно выполнять задачи, а также организовывать свое рабочее и учебное пространство. Социальный заключается в регулировании отношений между людьми и управлением. В общем, тут куча всего, что можно дать, но я считаю, что самое простое, что можно сделать, это самые главные базовые правила, которыми я пользуюсь. Тайм-блогинг. Выпишите все свои задачи в отдельное пространство. Путь то семейные встречи, планы по саморазвитию, учеба, работа. Все, что тебе необходимо делать изо дня в день или же появляющиеся какие-то задачи во время дня и недели. Другой момент – разбить задачи на группы. Это те сферы, о которых мы говорили в самом начале. И другой момент – постараться что-то совместить и сгруппировать. Например, какие-то моменты рассылки, рекламы. Это все важно группировать. И у меня еще такая фишка, как расставлять приоритеты. Я вообще не занимаюсь тем, что мне неинтересно или тем, что мне не важно. То есть я не сижу в социальных сетях. У меня, честно, на это нет времени. То есть я бы с радостью посмотрела, как там какая-то стратосфера куда-то улетела. И какой там клуши Васи, Аси, что-то там ребенок пукнул три раза. Но у меня просто реально на это нет времени. И я или сплю, или учусь, или с Вами общаюсь. Ну, просто вот такая у меня жизнь. Хотела сказать, офигенная. Ну, правда, офигенная. Другой момент – выделять определенные часы на учебу и работу. Вот это не суперклассно. Но здесь выбор… Действительно, нужно выбрать то, что тебе интересно. И еще один момент – составить расписание. Тут все зависит от тебя и от твоих задач. Если, например, рассчитывать, сколько понадобится часов – это тоже супер важно, на какое дело. Но не надо пытаться все контролировать. Когда ты все контролируешь, то это приводит к тому, что ты просто заходишь в невроз. А невротичная вот эта история – она про что? Она про болезни. Поэтому поручать дела другим, работать со страхом, отключить перфекционизм. Ну, все, как ты любишь и как ты знаешь. В общем, это реально рабочие схемы. Просто ты их раньше не применял. Вот по тайм-менеджменту напиши, что ты делаешь. Потому что у меня как бы все часто было раньше спонтанно. А сейчас это все осознанно и с выбором. Пиши вопросы.